Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Море слез и экстренные сборы. В Алтайском крае второй день провожают призванных по частичной мобилизации. Сложно сказать, сколько мужчин отправилось от сборных пунктов до воинских частей, но из Быстроистокского, Петропавловского и Солонешинского районов, а также из Славгорода, Павловска и Барнаула, людей увозили большие автобусы. Наша съемочная группа вместе с близкими и родными проводила барнаульских бойцов. Дворец культуры Барнаула впервые видит столько слез. Жены, матери, отцы и друзья провожают своих родных парней на специальную военную операцию по частичной мобилизации. Вчера повестка, сегодня уже отправка. На прощание всего 20 минут. Ожидали, что повестка придет? Нет. Я как бы даже годы не прошло, как я с армией пошел. Ну вы прям хотите или надо? Ну надо. Не так сказать, рано или поздно. А сколько вам лет? 21. Кого у вас призвали? Сына. Сколько ему лет? Служил или не служил? Сыну 34 года служил. Тимошка в крае, в адастриюковом поисках. Вчера вечером пришли участковые и сотрудники с арабоинкоматом. Учили по-русски. То есть прямо на дом пришли? Да, на дом пришли. Вернуться живыми, здоровыми, победимы всех. Все будет хорошо. Мы за это и продолжаем. Надеемся, что они защищают нашу родину. У нас детей, они остаются все дети маленькие. Жены молодые, дети маленькие. Так что все будет отлично. Везение, я думаю, что он нам поможет вообще. Очень неожиданно, знаете, он, скажем, на днях говорил о том, что вот может быть со дня на день ждет повестки, потому что, ну, подходит по всем критериям, можно сказать. И тут буквально вчера я узнаю, он мне просто написал в телеграме о том, что пришла ему повестка вроде как для сверки документов. И приглашали вот как раз на сегодняшнее число. Он приехал, говорит, буквально час, и отправили по домам собирать вещи. Вещи экстренно собрали, уже проходят в автобус. Куда именно их везут, мобилизованные точно не знают. Говорят, вроде бы Омск. При себе у мужчин вещи, да кнопочные телефоны. Постоянно можно при себе иметь кнопочный телефон, а вообще для каких-то там целей могут удавать смартфоны иногда. Целыми автобусами вчера и сегодня отправляли ребята из других городов и районов края. Мужчин провожали в Павловске, Славгороде, Камнинаоби, Быстроистокском, Петропавловском, Солонешинском, Третьяковском, Ребрихинском, Поспелихинском и Краснощоковском районах. Точное число мобилизованных из Алтайского края военном комиссариате не сообщают. Остается неизвестно, ограничиться ли набранным составом. Напоминаем, что сейчас по частичной мобилизации должны набирать ребят, которые служили в армии, имеют категорию А, а также боевой опыт. Кстати, стоит взять на заметку. Отказаться от службы по мобилизации в рамках закона можно лишь в одном случае – в военкомате написать заявление на замену воинской службы на гражданскую. Но, правда, непонятно, получится ли этого добиться. Как сообщают многие федеральные СМИ, сотрудники общероссийской горячей линии по вопросам частичной мобилизации 122 поясняют людям, что альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена. Я в одна осталась в коттедж, и все, подлести, что у меня. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Как выплачивать ипотеку и другие кредиты мобилизованным – эти вопросы сейчас прорабатывают на уровне федерации. Пока на этот счет не принято каких-либо документов, но на рассмотрение в Госдуме находится законопроект, по которому могут быть погашены кредиты мобилизованных в случае их гибели. А между тем, в Алтайском крае началась рассылка уведомлений по оплате имущественных налогов. Они направлены более чем на 400 тысяч жителей края. Уведомления об оплате налогов рассылают по почте, либо направляют непосредством личного кабинета на сайте налоговой службы. Ведомство будет отправлять письма гражданам до 1 ноября, а платить же налоги необходимо до начала декабря. Но не все налогоплательщики у нас получат в этом году налоговое уведомление. То есть те налогоплательщики, у которых сумма имущественных налогов составила ноль, то есть сумма налога менее 100 рублей. Также не получат налоговое уведомление те налогоплательщики, у которых переплата перекрыла сумму начисленного налога. На данный момент в Край насчитывается и немало должников по налогам. Так, общая сумма неуплаты на 1 сентября этого года – почти 2 миллиона рублей. Большая часть долга – налог за владение транспортом. Что касается мобилизованных, пока официально они не освобождены от налоговых обязательств. Этот вопрос на федеральном уровне, сообщили сотрудники Алтайской службы, еще не обсуждался. Но не исключено, что его рассмотрят в самое ближайшее время. То есть еще прошло немного времени, в настоящее время никакие законодательные акты пока не приходили. Но как только поступят какие-то решения от федеральных органов, либо от местных, региональных структур, то мы, соответственно, сразу сообщим всю информацию о средствах массовой печати. А между тем, смысл происходящих исторических событий пытаются передать подрастающему поколению. Для этого в школах страны ввели специальный предмет разговора о важном. Его с начала учебного года преподают и в школах Края. На одном из таких занятий побывала и наша съемочная группа. Под звуки гимна торжественно поднимают флаг в 38-й школе Барнаула. А вслед за этим школьники начнут разговаривать о важном. С такого внеурочного занятия дети вступают в очередную учебную неделю. На этом классном часу, что посетила и министр образования Края, ребятам рассказывают о предстоящем месячнике пожилого человека. Бабушки и дедушки есть у каждого, поэтому тема близка всем школьникам. Я узнал о празднике. Первый ряд то, что есть день для престарелых, для пожилых людей. Позвоню своей бабушке, спрашиваю, как и дедушки. У меня две бабушки и один дедушка. Нужно сказать историю России. Не забывать о том, откуда ты родом, свой род. Не забывать свой род и помнить историю родной страны учащимся помогает и пришкольный музей. В нем собраны ценные исторические экспонаты. Ребята рассказали о своих бабушках и дедушках. Мне кажется, это очень важный момент и урок получился очень интересный. Не так давно в школе провели капитальный ремонт по федеральному проекту модернизации школьных систем образования. Обновленные светлые классы, просторный актовый зал, современное оборудование. Так, в кабинете технологии новые швейные машинки и даже полностью оборудованная кухня. Всего на ремонт потратили более 48 миллионов рублей. Полностью заменена система отопления, водоснабжения, водоотведения. Электроработы полностью проведены в полном объеме. Стены, потолки, пол – все это сделано. Теперь наша школа выглядит как новый, красивый, современный объект. В городе Барнауле в рамках этого проекта ремонтировалось 7 школ. И стоимость этого ремонта была около полумиллиарда рублей за счет федеральных средств. Также приобреталось оборудование. В целом по Алтайскому краю в этом году ремонтируется 90 школ. Внешнему оформлению должно соответствовать и внутреннее содержание учебного процесса, считают специалисты. Во время разговоров о важном детям хотят прививать нравственные ценности. Уважение к старшим, любовь к близким и родине. Перечень тем для разговоров утвержден на федеральном уровне. Мария Мацайб, Александр Антропов. День с толком. И к другим темам. Алтайский край вышел на плато по заболеваемости COVID-19. В последние несколько недель статистика инфицированных пошла на спад. Насколько меньше стали болеть? Какие прогнозы делают специалисты? И правда ли, что симптомы коронавируса шестой волны изменились? Это узнавали наши корреспонденты. Пик заболеваемости шестой волны COVID-19 пришелся на начало сентября, сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора. Тогда в крае фиксировали по 750-760 случаев инфицированных в сутки. Прошлая неделя показала, ситуация начала стабилизироваться. Если в начале недели было 751 случаев, в течение недели отмечалось ежедневное снижение, и вот за вчерашний день было 730 случаев. Сейчас стабилизация с некоторым, вот уже тенденция к снижению. Но цифры по заболеваемости по-прежнему высокие. Меры профилактики никто не отменял. Кстати, жители края в сентябре рассказывали, что симптоматика COVID-19 6-й волны якобы немного поменялась. Многие отмечали у себя тошноту, рвоту, расстройство кишечника. Однако инфекционисты не считают эти симптомы новыми. В принципе, проявление поражения желудочно-кишечного тракта мы отмечали и в предыдущие волны. Какие-то новые симптомы или особо определяющие тяжесть болезни в эту волну мы также не отмечаем. Особенность ее сохраняется в том, что подавляющее большинство – это пациенты амбулаторного этапа, оказания медицинской помощи, то есть болезни, которая протекает в легкой и средне-тяжелой форме. Основная тяжесть все-таки падает, патологического процесса падает на органы дыхания. Специалисты говорят, что наряду с COVID-19 люди сейчас болеют ОРВИ, а вот энтеровирус нынче активен гораздо меньше, чем в предыдущие годы. К слову, с такими симптомами, как рвота, тошнота и расстройство кишечника, взрослые чаще всего справляются самостоятельно. А вот за детьми надо следить. Кишечная инфекция, ну, наверное, так скажу, в общем, какой бы этиологии она ни была, она чревата последствиями в большей степени для детей. Очень быстро наступает процесс обезвоживания, который тянет за собой ряд патологических состояний, угрожающих жизни. Поэтому в данном случае никаких промедлений быть не должно. Между тем, в Роспотребнадзоре отметили, что в крае сейчас наблюдается не только стабилизация по заболеваемости ковидом, но и по ОРВИ. И в ближайшее время число больных продолжит снижаться. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. В Новолтайские сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину, который на своем участке культивировал 20 кустов мака. Накануне в крае завершился четвертый этап операции МАК. Подробнее далее. Надрезы, да, Денис, тоже ты делал? Да, да, да. Что в этих надрезах? Молочко, все пошло, я его заварил в чай, попробовал. Житель Новолтайска не только культивировал опийный мак. В ходе обыска у него было изъято 250 граммов марихуаны. Теперь мужчину 79-го года рождения привлекут по двум уголовным статьям за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, а также за их переработку и хранение. К слову, в рамках операции МАК не только раскрывают правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, но и уничтожают дикорастущую коноплю. На данной местности неоднократно у нас попадались люди, которые приходили за дикорастущей коноплей с целью дальнейшего потребления. За 4 года работы на данном административном участке было задержано около 30 человек. Речь о быловых площадках водоканала в поселке Восточном. Коноплю здесь совместными усилиями сотрудников полиции, представителей народной дружины, администрации Октябрьского района, сотрудников водоканала уничтожают второй год подряд. Представители ресурсоснабжающей организации используют гербициды, которые распыляют специальной техникой. Гербицид способствует скорейшему высыханию побега дикорастущей конопли, впоследствии которым данное растение замедляет рост, ну и вообще не растет на еловых картах. Обычно такая работа проходит раз в год, но нынче перед наступлением холодов ее решено было повторить. В рамках операции МАК на этот раз уничтожили 2 гектара конопли. Сотрудники полиции предупреждают, что за использование дикорастущих растений каннабисной группы наркотиков предусмотрена административная и уголовная ответственность и напоминают, что о фактах незаконного оборота наркотиков и выращивания наркосодержащих растений можно сообщить по телефону 02 или обратиться в любой отдел полиции. Татьяна Голубева, День с толком. А теперь немного позитива. Изумрудный парк в минувшие солнечные выходные стал местом, где можно было совершить мини-путешествия по Алтайскому краю и даже заглянуть в разные уголки необъятной страны. Таким образом, в нашем регионе отметили День туризма. Подробнее в сюжете. Средственных предметов можно отнести к специальному снаряжению. Рюкзак, спасательный жилет или топор. Собрать туристический инвентарь и отправиться в поход можно было в парке Изумрудный. На этих выходных там прошел масштабный фестиваль путешествия, где жители смогли окунуться в атмосферу празднования Дня туризма. Рюкзаки готовы. Главное, не забыть начистить картошки. В дороге пригодится. А куда отправиться, знают самые юные туристы города. Была в Предгорьях, была на Яровом, а также ездила в другие районы. Где-то родственники живут, а где-то с РГО, а где-то с родителями. А вот у тебя такой походный рюкзак сейчас. Может быть, ты и сейчас куда-то собралась путешествовать? Вперед, с эмоциями. Эмоций на празднике уж точно было много. Ведь где еще увидишь посреди теплой осени Деда Мороза. Вероятно, он тоже решил попутешествовать из Великого Устюга к нам на Алтай. Не рановато ли? Нет, никогда не рановато. Кто вам вообще сказал, что я только зимой появляюсь? А для тех, кто соскучился по красотам зимы, на нее можно было посмотреть на фотовыставки географического общества. Там были представлены фотокартины из разных уголков страны. Для нас кажется, что в принципе там минус 15, минус 10 это очень холодно. Люди проживают в минус 50. Для детей это не является какой-то причиной, чтобы не пойти гулять и веселиться. То есть они обрастают инеем, сосульками, но они не теряют жизнерадостность. В холодных краях побывали, теперь можно отправиться в теплые места, бороздить просторы морей и океанов. Мы плывем в Африку. А впереди разнообразная туристическая программа, национальные ярмарки, геоквесты и творческие мастер-классы и даже путешествия во времени в эпоху Средневековья. Вот современные женщины, они тоже могут быть рыцарями. Такой праздник завершающий перед началом холодного сезона, поэтому гостей в парке собралось немало. Мы очень рады, что в Алтайском крае развивается туризм и уделяем огромное внимание развитию путешествий со смыслом, чтобы наши туристы, наши гости не только путешествовали, знали и любили наш край. Как считают организаторы, День туризма – праздник для всех, ведь каждый – путешественник и турист. Ожидается, что в следующий раз фестиваль может пройти уже на территории Бирюзовой Катуни. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком. В Барнауле открылась выставка «Алтай мастеровой». В этом году за звание народного мастера края будут бороться 13 человек из разных уголков региона. Кто они и какие работы они представили, расскажем в сюжете. Открывается 12-я краевая выставка «Алтай мастеровой». Звание «Народный мастер алтайского края» присваивают ремесленникам уже 12 лет подряд. По традиции на выставке «Алтай мастеровой». В этом году открытие прошло 19 сентября в Алтайском государственном доме народного творчества. По словам Елены Безруковой, конкурс мастеровых ответственный и сложный. «Потому что все-таки это звание, которое присваивается пожизненно и уровень требований, предъявляемых к этому званию, он ориентирован на тех мастеров, которые уже получали это звание, на достаточно высокие требования к художественному и профессиональному уровню работ». На почетное звание в этот раз претендует 13 мастеров из разных районов края. Они представили свои работы по бисероплетению, резьбе по дереву, корнепластике и другим направлениям. Все участники достойны похвалы, однако жюри будут выбирать лучших из лучших. «Художественная ценность, обязательно участие в краевых мероприятиях, форумах, выставках, обязательно наличие у мастеров каких-то продолжателей, чтобы мастера проводили мастер-классы, передавали свои знания, умения, творчество молодому поколению». Юлия Наумова работает в Барнаульской детской школе искусств номер один, преподает необычное направление – маркетри. Этим ремеслом она занимается уже 10 лет и на этот раз свои работы из дерева представила на выставке. По словам Юлии, маркетри – очень непростая техника. «При помощи специального резака мастер вырезает кусочки, деталь за деталью, собирает набор. То есть нужно подобрать эти кусочки по тону, по цвету, по текстуре». Искусству возраст не помеха, доказывает своим примером Нина Степановна. Она больше 15 лет вышивает картины крестиком. По словам мастерицы, вышивка доставляет ей большое удовольствие. «Вот почему я пошла претендентом на мастера, потому что я хочу своим правнукам передать, какая у меня бабушка, и что она в таком возрасте, почти 86 лет, еще вышивает, занимается и делает выставки персональные. Я уже две выставки делала персональные». Все желающие могут оценить работу участников выставки до 16 октября. Добавим, сейчас в крае звание «Народный мастер» присвоено 34 жителям. Ольга Иванова, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопки и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Валар». Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok